Всем привет! Вы на канале Жить Краснодаре. Сегодня видео будет посвящено ремонту однокомнатной квартиры в поселке Яблановском. Я вам снимала видео, показывала объем работы. Сегодня уже 10 сентября мы практически ничего не сделали. По причине того, что была адская просто жара и делать что-то здесь без кондиционера было просто невозможно. Вот вчера мы начали, положили одну стенку. Вот так вот будет выглядеть угол. Вот так. И здесь будет то же самое. Но вот эта стена бетонная, и на нее как бы без проблем плитку положили. Вот Вова вчера клала ее. А вот здесь, конечно, вот эта стена ГВЛ. Даже не знаем, что и как. Вот тут раковина стояла, сняли раковину. Видите, как крепление держится для раковины. Не знаю прям. Сняли раковину в ванну. Вот. И нам надо было вот такую же направляющую вот сюда сделать. Вова привез новую такую вот направляющую большую. Надо было отрезать. Форс-мажор не включается турбинка. Вообще вот прям. О, поехал к папе за турбинкой. Но мы все это время, пока была жара, время зря не тратили. Мы купили большую часть мебели. Мы купили спальный гарнитур. Это кровать. Вот две тумбочки к ним. И комод. И матрас. Матрас хоть был, но он вполне, никаких запахов нет. Вполне на нем комфортно спать. В таком хорошем состоянии. За все вот это добро мы отдали пять тысяч. У нас получилось пять тысяч спальный гарнитур. В очень хорошем состоянии. Прям в очень. Все целое. Все чистенькое. Вот прям хорошее состояние. И у комода не успели убить люди. Прям хорошее. И пахнет даже как новой мебелью еще. Видите, внутри ящички все чистенькие. Все целенькое. И оно интересное сочетание такое. Ну, в общем, повезло нам. Все это Вова соберет кровать. И у нее жесткое дно. Вот хорошо, что дно жесткое. Потому что вот эти ламели, которые кровати продают с ламелями, они скрипят капец. И очень ломаются часто. Ну, так не очень мне нравится. Еще мы купили диван. В эту квартиру. Вот этот диван. Купили его за восемь тысяч. Диван. Я так думаю, что он в магазине, наверное, не меньше двадцати стоит. Диван тоже просто в идеальном состоянии. Люди, как я поняла, то ли продавали квартиру, то ли что. Вот очень он хорошего качества. Прям видно, дорогой диван. Вот. И у него такое. Он раскладывается. Вот не просто выезжает, а вот как там такой механизм раскладывающийся. Принесли тряпки. Сейчас это все дело аккуратненько накроем. И вот такие вот вставочки. Кожзама у него. Ну, неплохой диванчик. Сейчас покажу вам от него. Вот у него получаются вот такие боковинки. Тоже все чистенькое. Вообще ни запаха. Нигде ничего не порвано. Но с диваном попея такая была. Я увидела, вот только женщина выложила объявление, я же сидела все это время на Авито. Искала. Искала мебель. И я вижу, она только его выложила. Я ей сразу же звоню. Говорю, мы едем с еблановки. Она говорит, ну хорошо. Через час я буду дома. Ну, в общем, мы собираемся, едем, приезжаем. А там лифт небольшой. Мы с Вовкой чуть не сдохли, пока его вынесли этот диван. Вот. И пока мы, видно, ехали, она кому-то, она обещала, что если люди не приедут, то приедете диван заберете. Мы этот диван, значит, разбираем, такие слова. И ей звонит эта женщина. Она говорит, ну вот, приехали, типа того, что забирают уже диван. А та, видно, ну выгоните их. Мы приедем за этим диваном. Она говорит, ну как, ну люди уже разбирают диван. Вы же нам обещали. Она говорит, ну я вам обещала, что если они не приедут, то вы приедете. В общем, хорошие вещи разбираются вообще только так. Вот к этому дивану вот такие вот три подушки. Ну, очень качественный диван. Вова такой, дорога, давайте поподешевле. Я говорю, Вов, она не будет скидывать за этот диван, потому что он реально очень, ну как бы, дорогой. Я вам потом, когда мы это все дело соберем, мы диван, наверное, поставим вот сюда. Кровать с тумбочками будет стоять вот здесь. Вот так где-то на место будет занимать. А сюда мы смотрели стенку. Здесь в еблановке была такая классная стеночка под цвет. Ну, поехали, она, ну, подубили они ее капитально. Ну, в общем, там где-то шпон отходит. Мы не стали ее брать. Поэтому, если ничего не купим, вот сюда поставим комод и повесим телевизор. Вот. Так что мы времени зря не теряли. Еще купили кухонный гарнитур. Был тоже за пять тысяч. Единственное, что там нужно будет поменять столешницу. Ну, мы уже посмотрели. Купим столешницу под цвет в Ашане. Там недорого, тысяча рублей получается всего она будет стоить. Кухня тоже такая светлая в классическом стиле. Но, правда, ее помыть надо будет. Она с мойкой и с очень хорошим краном. Получается низ и вверх. Так что мы движемся. Не так быстро, как бы хотели. Но сейчас просто нащикарнейшая погода стоит. Ой, наше радио, которое все наши ремонты с нами делает. Бубнит приятно. Выключу его сейчас. В общем, погода шикарная. Можно работать с утра до вечера. Днем где-то 27 градусов. А ночью 18-16. Ну, очень-очень комфортно. Никакого сейчас кондиционера не надо. А вот мы постараемся уже побыстрее все делать. Но самое главное нам сделать вот угол. Ну, вот понимаете, форс-мажор. Вот сейчас, в час точно мы потеряем времени. Ну, ничего. В общем, потихонечку продвигается. Мне очень нравится сочетание, какое получилось. Мы долго думали. Вернее, я долго думала, как это вот красиво сделать. И разные рисунки там рисовала. Но решила, что все-таки вот так, это более как бы такое. Вот такие две полосы. Здесь будет тоже. Вот я тут схему нарисовала. Получается, две будет плитки однотонные. Вот так две полосы. Точно так же будет вот эти вот мозаика. Потом одна полоса однотонная. Опять две мозаики. И дальше уже пойдет, ну, просто однотонная. Потому что вот здесь будет стоять раковина. И вот, чтобы было вот так вот, ну, чтобы было вот как симметрично висело зеркало. Ну, все. Приехал Вова, съездил за турбинкой. Будем дальше продолжать работу. Я вам обязательно буду снимать видео, когда что-то будет у нас тут уже происходить. Что будет, если что-то будет видно, тут уже картина будет вырисовываться. Обязательно буду вам снимать видео. Следующим этапом у нас будет поклейка обоев. Ну, все, друзья. Всем пока.